Дорогие друзья, на портал Экзегет поступают вопросы, и мы пытаемся с вами разобраться в этих вопросах. Объясните, пожалуйста, есть ли объяснение с точки зрения Библии, почему рождается 7-месячный ребёнок? В Священном Писании мы в книге «Исход» в 23 главе, которая предваряет повествование о том, как Моисей сошёл с горы Синай и принёс людям скрижали, где предваряется повествование о тех нравственных особенностях израильского народа, какие они, в общем-то, должны быть, эти люди. Здесь многое что говорится. Говорится о том, как надо относиться к пришельцам, как надо давать деньги бедному, как относиться к слухам. Я специально беру такие очень маленькие, может быть, даже непонятные отчасти вопросы, но просто хочу показать, что разбирается в книге «Исход» очень-очень всё подробно. И вот в 3 главе, уже в самом конце, мы с вами можем прочитать следующее, когда Моисей подводит как бы черту, и он говорит, «блюди себя пред лицом его, то есть Бога, и слушай глаза его, не упорствуй против него, потому что он не простит греха вашего, ибо имя моё в нём. Если ты будешь слушать глаза его и исполнять всё, что скажу, то врагом буду врагов твоих и противником противников твоих. Когда пойдёт перед тобой ангел мой и поведёт тебя к Амореям, Хитеям, Ферезеям, Хананеям, Евеям и Евусеям, и истреблю их, то не поклоняйся богам их, не служи им, и не подражай делам их, но сокруши их и разруши столбы их. Служите Господу, Богу вашему, и он будет благословлять хлеб твой и воду твою, и отвращу от вас болезни. Не будет преждевременно рождающих и бесплодных в земле твоей. Число дней твоих сделаю полным». Вот это упоминание о том, что преждевременно рождающих, мы можем с вами отнести именно к тому моменту, когда Господь говорит израильскому обществу, а в общем-то христиане – это наследники еврейского народа, ни какой-либо отдельный народ, ни русский народ, ни греческий народ, ни какой-либо племя Тумба-Юмба, именно христиане. Христиане, какого бы они рода сословия бы ни были, они наследники еврейского народа, и это повеление, в общем-то, относится и к нам напрямую. Если мы хотим, чтобы наше общество было здоровым, если мы хотим, чтобы наше общество было целым, если мы хотим, чтобы в нашем обществе, как в данном вопросе, проблемы с преждевременными родами не стояли, то мы, христиане, должны в первую очередь соблюдать заповеди, которые Господь повелевает нам, и о первой заповеди – это любви к Богу и человеку, как мы с вами знаем, и через это научать общество быть именно божественным обществом, обществом, почитающим Бога. И тогда многие беды о рождении семимесячных – это беда для семьи, для рождающей, они будут от нас исторгнуты. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Продолжение следует...